В Примурии обсудили подготовку общественных наблюдателей за выборами. Александр Тачёнов отметил важность комплексного подхода к подготовке общественных наблюдателей, назвав дискуссионные площадки одной из мер мониторинга работы организаторов избирательного процесса. Наша задача, на мой взгляд, из двух главных таких, два направления, это помочь обеспечить чистоту выборов, не дать совершать нарушения, кто бы это ни был, административный ресурс и все остальные, кого я перечислял или еще кто соберется это делать. И второе, не допустить провокаций, фальсификации и фальсификации. Председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий рассказал, как работает система общественных наблюдателей в Приморском крае. Сейчас это и предвыборная, и выборный период, и уже третий раз мы создаем общественный штаб по наблюдению за выборами, по мониторингу. В штабе несколько групп, это и мониторинговая группа, это экспертная группа, это группа, которая занимается правовым сопровождением, мобильная группа. Участники общества и выборы обменялись опытом, а также обсудили, как улучшить процесс контроля за выборами. Например, было предложено сформировать корпус региональных представителей Общественной палаты России, который будет уполномочен обучать добровольцев-наблюдателей. Напомним, в этом году выборы будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Единый день голосования назначен на 10 сентября. В эти дни в России пройдут выборные кампании различного уровня. В Приморье будут выбирать губернатора края, депутатов городских округов и муниципальных районов. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.